Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение урока по Polygon текстурам. Теперь давайте добавим возможность управлять силой Reflect Color не с помощью простого ползунка, который есть по умолчанию, а добавим Layered Texture, загрузим туда карту, которая шла с материалом и смешаем ее с белым цветом. Как только Вы напишите в поиске Layered Texture, Вы сразу увидите новую карту V-Ray. Но я пока не вникал в ее возможности, поэтому будем использовать стандартную в Maya. Итак, создаем второй слой простым кликом рядом с зеленым слоем и приступаем к их настройке. Для первого слоя просто ставим белый цвет и временно его выключаем. А во второй слой загружаем текстуру Reflect Color, которая шла вместе с материалом Polygon. Теперь настроим параметры обоих слоев таким образом. Кстати, я пока отключу BAM, чтобы он не отвлекал в настройке Glossy. Потом в самом конце его верну. Итак, добавим же наконец-то реалистичные поверхностные дефекты. Для этого возвращаемся на сайт Polygon, вкладку Surface Imperfections и Вам нужно будет скачать два типа текстур Floor Smudges. А также классные карты с разводами, которые называются Wiping Residue. Их там несколько типов. Затем перетягиваем все карты в окно HyperShade и для каждой ставим RAW формат и Alpha is Luminance. Затем возвращаемся в настройки материала и временно включаем Use Roughness, чтобы посмотреть эти карты. Потом, когда будем их смешивать с картой Glossy, вернем стандартные настройки. Я буду использовать Wiping Residue Heavy, который выглядит таким образом, если ее подключить в слот Reflection Glossiness. Вы же можете использовать любые из тех, что мы перетянули в HyperShade. Как Вы уже заметили, я временно увеличил источник света, чтобы лучше видеть данный эффект. Также увеличил силу рефлекшена и выключил denoiser, так как на таких текстурах он размывает детали. Для следов от обуви я вернул тот размер источника света, который был. И эффект выглядит таким образом. Теперь давайте смешаем две карты. Для этого добавляем Layered Texture. В параметрах данной карты создаем два слоя. У первого выбираем Multiply в режиме смешивания. Возвращаемся в HyperShade и соединяем карты следов и разводов с Input в Layered Texture. Затем соединяем Out Alpha из Layered Texture в слот Glossiness. После чего идем в настройки V-Ray MTL. Выключаем Roughness, который включали ранее. И в Layered Texture для второго слоя ставим Multiply. Добавляем еще один слой, в который грузим основную карту Glossiness. Теперь временно выключаем первый слой. Заходим внутрь второго и инвертируем. После чего видим, как следы и основная карта смешались правильным образом. Далее включаем первый слой и тоже инвертируем. В итоге получаем две карты с разводами и следами, смешанные с основной картой Glossy. Естественно, в любой момент, вы можете выбирать любой слой и настраивать его Opacity. Я, пожалуй, остановлюсь на таких настройках и включу слой Bumper. Теперь давайте добавим слой пыли от тех же разводов с помощью текстуры Wiping и карты Layered Texture в Diffuse слоте, в которой смешаем два слоя. В первый слой помещаем текстуру Wiping и Residue Hard. А во второй слой текстуру Albedo. Для первого слоя выбираем Multiply и смотрим, как он выглядит на рендере. Затем меняем режим смешивания на Add. В итоге мы получили слой пыли, который можно настраивать с помощью изменения значений Opacity слоя. Но нужно его еще доработать с помощью карты Falloff. При желании, вы можете вернуть режим Multiply. Настроить Opacity слоя или сделать инверт его и таким образом получить вместо пыли, слой грязи. Но сейчас же, все же давайте поговорим о пыли и добавлении реализма с помощью карты Falloff. Благодаря которой пыль будет видна только под определенным углом. Для этого создадим текстуру V-Ray Falloff. Чтобы ее создать, нажимаем Tab и пишем название карты. Затем слот Alpha from RGB соединяем с слотом Alpha первого слоя. Таким образом, мы дадим команду рендерить данный слой, используя правило Фринеля. Чтобы оно работало, заходим в настройки V-Ray Falloff и выбираем Fresnel Falloff Type. Теперь слой пыли будет максимально виден под определенным углом. Напоследок, давайте научимся смешивать несколько карт нормалей. Ведь иногда возникает такая задача. Особенно, когда хочется добавить каких-то трещин или царапин на основной слое нормалей внутри Maya. Для начала, скачаем такую карту в вкладке Surface Imperfections на сайте Polyagon. И загрузим ее в Maya. В настройках Placement карты делаем Tile 2х2. Теперь задача состоит в том, чтобы эту карту смешать с основной картой нормалей. Для этого возвращаемся в HyperShade. Услой от царапинами вместо RAW выбираем sRGB. Затем создаем V-Ray Layered Texture. А вот колор которого соединяем с Bump слотом нашего V-Ray материала. В настройках V-Ray Layered Texture добавляем 2 слоя. Первому слою делаем Overlay смешивания. И затем в него загружаем карту царапин, а во второй нашу основную карту нормалей. Теперь давайте добавим Displacement. Для этого выбираем Plane. На панели вверху открываем меню V-Ray, Geometry, V-Ray Displacement, Apply Single V-Ray Displacement Noded to Selection. Затем выбираем созданную ноду и загружаем в нее текстуру. В настройках текстуры выбираем Rough Format и Alpha is Luminance. После чего для Plane добавляем атрибуты для настройки Displacement. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok